Волнения перед столь ответственным шагом нет. История любви Вадима и Юлии началась 6 лет назад. О свадьбе мечтали давно и заветный день 12 июня ждали специально. Как говорит Вадим, познакомились тоже в День России. На работе, добавляет Юлия. Примечательно, что трудятся молодые люди в газораспределительной компании. В каком-то смысле природные богатства родной страны соединили две судьбы. Мы патриотично подходили к этому вопросу. Нам очень нравится праздник День России. Поэтому мы очень хотели, чтобы у нас роспись произошла именно в этот день. Конечно, не все ЗАГСы предоставляют такую возможность. Нам очень повезло. Спасибо всем, что пришли, поздравили нас в такой день знаменательный. Всех с Днем России. Удача сопутствует этой семье с момента создания. Государственный праздник стал выходным днем и для ЗАГСов региона. Церемонии проводили только дворцы торжеств. Еще один сюрприз для молодоженов – регистрация под открытым небом в торжественно оформленном дворике Дома культуры железнодорожников имени Пушкина. Фонтан, атмосфера усадьбы и флор истории. Этому дворику уже больше ста лет. Кроме традиционного марша Мендельсона, на праздничных церемониях звучал и кимн Российской Федерации. А новым семьям вместе со свидетельством о браке вручали главный закон страны – Конституцию. В День России зарегистрировать свой брак – это очень патриотично. Празднование в целом этого праздника становится особенно актуальным в свете последних событий, когда волна патриотизма прокатилась по всем просторам нашей державы. Если у нас будут крепкие, сильные семьи, у нас будет сильное, нерушимое, процветающее государство. В День России сыграли 16 свадеб. Часть прошла в историческом Пушкинском зале. Такую свадьбу уж точно не забудут ни молодожены, ни гости. Да и муж напоминать, когда годовщина не придется, шутят молодые жены. И абсолютно все уверены – браки, заключенные в столь знаменательный день, будут крепкими, как Россия. Марина Кравцова, Константин Головин. События.